Сегодня мы на даче у Александра Никонова. Он легенда нижнекамской журналистики. Многие годы был главным редактором газеты «Ленинская правда». Ну что я имею? Простой, типичный огород. Огород, конечно, не совсем типичный. Здесь все сделано правильно. При благоустройстве территории использован самый передовой опыт любительского садоводства и огородничества. Ко всему, начиная от забора, научный подход. Сейчас стало модным как-то изготавливать заборы профнастилом. Я не сторонник таких заборов. Почему? Потому что они должны быть обязательно воздухопроницаемые, ветром должны вдаваться растения. Слева от входа оригинальная многоуровневая клумба. Когда-то была песочница, но она была переоборудована за ненадобностью. Внуки выросли. Мозаика выложена из крышек от пластиковых бутылок. Мое искусство, которое семейные осуждают. Вот нарисовал так вот зайчика. Вроде встречает гостей с хлебом и солью при входе. Еще один элемент ландшафтного дизайна – беседка. Александр Михайлович построил ее в прошлом году. И она сразу стала любимым местом отдыха. А вот этот забор несет не только декоративную функцию. Он защищает от ветра и избавляет хозяев от необходимости подвязывания помидоров. Эти помидоры дебарао обычно бывают высокие, даже двух метров более. И чтобы как-то избавиться от этих подвязок, мы сделали так вот. Ну просто решетка. Они подрастают. Подросли чуть. Мы, значит, в ту сторону. Там он растет. Потом там, когда удлиняется этот приросток, в ту сторону тоже заходим сюда. И вот получается, значит, вот так вот сцеплено вот этой решеткой. Теплицу огорода Никоновых украшает семья аистов. Они тоже сделаны золотыми руками хозяина. Где-то они прилетели лет пять уже. Ну мы так договорились, чтобы они улетали с огорода. Ну прижились вроде нормально. А это овощные грядки. Точнее грядки короба. Почва получается приподнятая, быстрее прогревается почва. Потом, значит, очень удобно ухаживать за растениями. Удобство заключается в чем? Если мы, например, поливаем или удобряем, все идет по назначению. Никуда не рассекается. Дорожки забетонированы, потому здесь всегда чисто и нет сорняков. Еще одно преимущество таких грядок – них легко сажать весной под пленку. Пленку с этой стороны закрепляем просто намертво речкой и накидаем туда. Когда потом пленку нужно будет убирать, не надо. И тут кирпичи накладывать, землей присыпать мы просто снимаем. Пленка чистая, свернули, все. И это далеко не все интересное, что есть в огороде Александра Никонова. Потому мы приедем к нему еще раз через неделю. Так что продолжение следует.